Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я доцент кафедры теплогазоводоснабжения Жемакин Анатолий Анатольевич. И сегодня мы с вами прослушаем курс лекций по дисциплине основы научных исследований. Лекция номер 4 и тема лекции научные исследования на физических моделях, физическое моделирование. Содержание лекции. Первый пункт физическое моделирование, научные основы эксперимента. Второй вопрос лекции. Основные положения теории подобия, теоремы подобия, безразмерные переменные, масштабы подобия величин, объекта и модели. Третий вопрос лекции. Исследование процессов методом теории подобия, критериальные уравнения. И четвертый вопрос лекции. Исследование гидродинамических процессов с помощью методов теории подобия, критерий гидродинамического подобия. Рассмотрим вопрос номер 1. Физическое моделирование, научные основы эксперимента. Теоретический вывод инженерных формул, необходимых для расчета исследуемого процесса, это наиболее желательный путь исследования, который сводится к составлению и решению математических уравнений, чаще всего дифференциальных, полностью описывающих процесс. Дифференциальные уравнения составляются на основе общих законов физики, химии, термодинамики, гидравлики и теплопередачи. Примером важных для практики расчетных зависимостей, полученных путем решения дифференциальных уравнений, являются основные уравнения гидростатики и уравнения Бернули. Однако многие процессы, протекающие в системах теплогоснабжения и вентиляции, характеризуются большим числом переменных величин и настолько сложны, что чаще всего удается только составить математическое описание задачи в виде системы дифференциальных уравнений и установить условия однозначности для них. Полученные дифференциальные уравнения не могут быть решены известными в математике методами. Например, уравнения на въезд токса, описывающие неустановившееся вынужденное движение нежимаемой вязкой жидкости, настолько сложны, что их решение оказывается невозможным для большинства практических случаев, в частности для определения потери напора при турбулентном движении. В некоторых случаях даже не удается составить систему дифференциальных уравнений, исчерпывающие описывающих исследуемый процесс. Таким образом, теоретический вывод расчетных зависимостей, необходимый для инженерных расчетов исследуемого процесса, в некоторых случаях оказывается невозможным. Для нахождения связи между величинами и характеризующими процессами прибегают к экспериментальному исследованию. На основе опытных данных получают эмпирические уравнения, которые являются частными случаями и не могут быть распространены на условия, отличные от тех, для которых они получены. Эти частные эмпирические уравнения имеют известную ценность и используются в инженерной практике. Второй вопрос лекции. Основные положения теории подобия, теоремы подобия, безразмерные переменные, масштабы подобия величин объекта и модели. Наиболее эффективно получение эмпирических зависимостей с использованием методов теории подобия, которые позволяют обобщать результаты опытов и распространять их на широкий круг явлений, подобных изученными, но отличающихся численными значениями характерных параметров, например, размерами агрегатов, значениями основных физических параметров среды и т.д. Методы теории подобия также часто применяются и при использовании других видов моделирования, в которых моделирующие процессы отличаются от моделируемых по физической природе. Прогрессивное значение теории подобия в физическом моделировании состоит в том, что оно позволяет быстрее и экономичнее исследовать процессы и с достаточной степенью надежности переходить от лабораторных масштабов к производственным, сохраняя при этом интенсивность и другие показатели процесса. Однако надо иметь в виду, что теория подобия не может дать больше того, что содержится в исходных уравнениях, описывающих исследованный процесс. Она лишь позволяет посредством вобщения результатов опытов найти интегральное решение этих уравнений, которые действительно для группы подобных объектов, без проведения, собственно, интегрирования дифференциальных уравнений, описывающих процесс. Если исходные уравнения неверно описывают физическую сущность процесса, то и конечные результаты, полученные при использовании метода в теории подобия, будут неправильными. Теория подобия является научной основой опыта. Она отвечает на вопросы, как нужно организовать опыт и обработать полученные результаты, чтобы их можно было обоснованно распространить на процессы, полученные в условиях, отличных от условий опыта. Основные положения теории подобия звучат следующим образом. Два процесса подобны, если они описываются одной и той же системой дифференциальных уравнений и имеют подобные условия однозначности. Это означает, что процессы должны относиться к одному классу явлений, а условия однозначности выражать те конкретные особенности изучаемого процесса, которые выделяют и возможности других явлений, входящих в один и тот же класс. К условиям однозначности относятся Первое. Геометрическое подобие объектов исследования. Это условие соблюдается, если отношения сходственных размеров равны постоянному коэффициенту КЛ. Второе. Условие однозначности – это временное подобие. Временное подобие соблюдается, если отношение между сходственными стадиями исследуемых процессов сохраняет постоянное значение КТАУ. Временное подобие процессов называют гомохронностью. Частным случаем гомохронности является синхронность, если коэффициент гомохронности равен единице. Третье. Условие однозначности – это подобие физических величин. И оно соблюдается, если отношения сходственных физических величин, характеризующих исследуемые процессы, такие, например, как вязкость, теплоемкость, теплопроводность, вещества равны постоянному коэффициенту КМУ. Если физические величины имеют разные значения по всему объему исследований объекта, то должно соблюдаться подобие полифизических величин. Четвертое. Условие однозначности – это подобие граничных условий, которое соблюдается, если все значения величин на границе объемов объектов исследования в сходственных точках, в сходственные моменты времени находятся в постоянных соотношениях. И пятое. Условие однозначности – это подобие начальных условий. Это условие соблюдается, если в начале момента времени, когда начинается процесс, соблюдается подобие полей всех физических величин, характеризующих процесс. Основой теории подобия обобщаются тремя теоремиями подобия. Эти теоремия подобия формулируются следующим образом. Первое теоремия подобия звучит следующим образом. Если физические процессы подобны друг другу, то одноименные критерии подобия этих процессов имеют одинаковую величину. Второе теоремия подобия – уравнения, описывающие физические процессы, могут быть представлены в виде функциональной связи между критериями подобия. Третье теоремия подобия – для того, чтобы физические процессы были подобны друг другу, необходимо и достаточно, чтобы эти процессы были качественно одинаковы, а их одноименные определяющие критерии численно равны. Критерии подобия, составленные только из величин, входящих в условия однозначности, называются определяющими. Критерии, включающие величины, которые не входят в условия однозначности, а сами зависят от этих условий, называются определяемыми критериями. Если дифференциальные уравнения, описывающие процессы, привести к безразмерному виду и упразднить знаки дифференциалов, то каждый член уравнений принимает вид критерия. Вторая теоремия подобия отвечает на вопрос, как надо обрабатывать результаты опытов, проведенных на физической модели. Их необходимо представить в виде функциональной зависимости между критериями подобия. Данное положение элиссурирует формула 1. Формула 1. Кл в степени А умноженное на Ктау в степени В умноженное на Кмю в степени С равно 1. Где показатели степени А, В, С – это постоянные величины, определенные опытным путем. Такая функциональная зависимость называется критеральным уравнением. Третий вопрос лекции – это исследование процессов методом теории подобия и критериального уравнения. Исследование процессов методом теории подобия состоит из следующих этапов. Первый этап – получив полное математическое описание процесса, то есть математическую модель, и установив условия однозначности, проводит подобные преобразования дифференциальных уравнений и находит критерии подобия. Второй этап – в соответствии с первой и третьей теорией подобия определяет условия подобия процесса в сходственных точках. Третий этап – выбирают геометрический масштаб модели и модельную жидкость или газообразное вещество. Четвертый этап – в соответствии со второй теорией подобия составляет общее критериальное уравнение и аппроксимирует его степенной функцией. И пятый этап – опытным путем на физической модели устанавливают конкретный вид критерийного уравнения в исследуемых пределах измерения, изменения определяющих критерий подобия, которые могут быть использованы для инженерных расчетов. Четвертый вопрос – исследование гидродинамических процессов с помощью методов теории подобия, критерий гидродинамического подобия. Рассмотрим неустановившееся вынужденное движение нежимаемой вязкой жидкости, которое описывается дифференциальным уравнением на въезд токса. Для одномерного движения оно имеет вид, представленное уравнением 2. Где P – это давление, μ – это коэффициент динарической вязкости, x и z – это координаты пространственные, ω – это скорость движения жидкости в рассматриваемой точке, ρ – плотность жидкости, g – ускорение свободного падения, и tau – время. Используя методы теории подобия, преобразуем уравнение 2 в критерийное уравнение. Критерийное уравнение представлено формулой 3. Значит, где IHO – это критерий гомохромности, далее следует критерий Фруда, следующий критерий – критерий Эйлера, следующий критерий называется критерий Ринольца, и постоянные АМНП – это постоянные коэффициенты, которые определяются после обработки опытных данных. D с индексом E – это эквивалентный диаметр потока жидкости. Согласно первой теории подобия, для натурного модельного процесса можно написать условия подобия, представленные системой уравнений 4, где HO с индексом N, FR с индексом N и другие величины с индексом N – это критерий подобия для натурального процесса. Аналогичный критерий с индексом N – это критерий подобия для физической модели процесса. Для установившегося движения и критерального уравнения имеет следующий вид, выраженный, представленный формулой 5. Уславия подобия в этом случае будут записываться двумя определяющими критериями. Критериями Ринольца и критериями Фруда, представленные в системе уравнений 6. В выражении 6 придем к безразмерному виду, представленному уравнениями 7, где отношение XN к XM представляет собой геометрический масштаб и задается исследователем из условий удобства определения лабораторных опытов. А отношение ρN к ρM и μN к μM являются масштабными коэффициентами физических величин натурной и модельной жидкости. Модельная жидкость подбирается из условий безопасности и экономичности проведения лабораторных исследований. Скоростной масштаб масштабный коэффициент ωN и ωM является искомой величиной и определяется за выражение 6. Чтобы определить постоянные коэффициенты критерийное уравнение 5, планируют проведение нескольких серий опытов. Первую серию опытов проводят в условиях, при которых какие-нибудь два критерия сохраняют постоянные значения, например, критерий Фруда и масштабный коэффициент x деленное на d эквивалентное. Тогда для первой серии опытов считается постоянной величиной выражения 8, представленное на слайде. А критерийное уравнение 5 принимает вид критерия Эйлера, равная mG, умноженная на критерию 0 со степенью m. Это формула 9. Далее логарифмируем уравнение 9 и получим следующее уравнение 10. При проведении опытов находят ряд конкретных численных значений критериев Эйлера, соответствующих им значений критерий Ринольца. По этим значениям график в координатах логарифма Эйлера и логарифма Ринольца наносят точки, представленные на рисунке 1, по которым методом на меньших квадратов проводится прямая. Как следует у заравнения 10 тангенс угла наклона этой прямой к оси абсцисс равен коэффициенту m. Вторую серию опытов проводят в условиях, при которых критерий Ринольца и масштабный коэффициент x деленное на d сохраняют постоянные значения. Тогда для второй серии опытов считается постоянной величиной выражение 11. представленного на этом слайде. А критериальное уравнение 5 примет вид критерия Эйлера, равного коэффициенту c, умноженное на критерии Фруда в степени n. Это уравнение 12. Проагрифмируем данное уравнение 12 и получим следующее уравнение по цифре 13. Из опыта находят значения критерия Эйлера при соответствующих значениях критерия Фруда, по которым на график в координатах логарифм критерия Эйлера и логарифм критерия Фруда наносят опытные точки и определяют значение коэффициента n представленное на рисунке 2. Третья серия опытов проводится в условиях, при которых критерия Ринольца и критерия Фруда сохраняют постоянные значения. В итоге находим значения коэффициентов Q и A. При числе определяющих критериев более двух выполнение условий полного моделирования становится затруднительным или вообще невозможным. Однако при проведении моделирования часто можно удовлетвориться соблюдением не полного моделирования, а лишь подобием тех факторов, которые наиболее значительно влияют на исследуемый процесс. То есть осуществить приближенное моделирование. Например, по ретрублентам движения капельных жидкостей и газов, перемещаемых с помощью насосов и вентиляторов, влияние собственного виса жидкости или газа на распределение скоростей и перепад давлений очень мало. Поэтому условием равенства значений критерия Фруда, отражающего влияние силой тяжести на процесс при моделировании можно пренебречь и упростить уравнение 5, представив ее в виде функции двух определяющих критериев, то есть критериев Ренольца и масштабного коэффициента х деленного на д эквивалентное, представленного уравнением 14. Если какой-либо параметр не влияет на протекание процесса, то процесс называют автомодельным по отношению к этому параметру. Поэтому указанное выше вынужденное турбулентное движение жидкости можно считать автомодельным по критерию Фруда. На этом лекция окончена. Благодарю за внимание.